Наши военные, которые по просьбе Дамаска проводят антитеррористическую операцию в Сирии, пригласили журналистов на борт ракетного крейсера «Москва». Он сейчас находится у берегов Арабской Республики, обеспечивает безопасность базы, на которой размещена российская авиагруппа. Увидеть, как устроена крепость на воде, удалось и нашему корреспонденту Климусу Наткину. На одном корабле журналисты из России, Европы, Америки, Азии. Цель — гвардейский ракетный крейсер «Москва». Желающих увидеть флагман Черноморского флота оказалось так много, что корреспонденты и операторы едва уместились на палубе. Флагман Черноморского флота, ракетный крейсер «Москва», занял новое место несения боевого дежурства здесь, в прибрежной части города Тартус. При этом положение корабля регулярно меняется. Он контролирует воздушное пространство Сирии уже почти месяц. В Средиземном море постоянная группировка кораблей военно-морского флота России. Судно, на котором прибыли журналисты, несколько раз огибает крейсер «Москва». Прежде чем сойти на палубу, иностранцы могли разглядеть флагман со всех сторон, сфотографироваться и сделать необходимые записи для своих материалов. Уже примерно через час плавания журналисты готовы к встрече с экипажем и командиром корабля. Подробный рассказ о вооружении на борту и как оно работает. Никаких запретных тем. Максимальная открытость российских военных. Меня больше всего впечатлила настоящая крепость на воде. Поскольку, понимаете, сейчас геополитика совсем другая. И для журналистов западного, конечно, вызывает огромный интерес побывать впервые на борту такого крейсера. Это уникальный шанс для иностранных журналистов, чтобы посмотреть, что здесь делает Россия для того, чтобы обеспечить безопасность этого района. Гвардейский ракетный крейсер «Москва» не просто так называют крепостью на воде. Он может вести бой с противником на земле, в воздухе и воде. На корабле есть весь комплекс вооружения и военной техники для того, чтобы он мог вести борьбу с подводными лодками противника, надводными кораблями противника, а также средствами воздушного нападения. Корабль оснащен зенитно-ракетным комплексом «Форд», способным уничтожить любую воздушную цель, представляющую потенциальную опасность. При этом обнаружить подозрительный объект в воздухе крейсер может на расстоянии до 400 километров. Комплекс «Форд» также называют корабельной системой С-364 ракеты. Впрочем, «Москва» — это не только современные пусковые установки, но и мощное радиолокационное оборудование, которое обеспечивает точный запуск ракет даже при штормовых условиях. Рассказывая о впечатлениях после увиденного, иностранные журналисты честно признавались, что не припомнят таких открытых съемок на других военных кораблях. А такого количества журналистов вы помните, чтобы одновременно оказались на рейсе? Нет, этого я не помню. Я читаю, что это очень важно, что был доступ для иностранцев. Потому что если мы больше знаем и можем сами увидеть то, что есть, то меньше будет надо делать какие-то предположения или заниматься загадками или угадками. Поэтому, конечно, это хорошо. Накануне журналисты иностранных СМИ посетили и военную базу «ХМИ-НИМС», в которой осуществляются вылеты российских истребителей, штурмовиков и бомбардировщиков. В Министерстве обороны подчеркнули, что подобное общение с представителями СМИ будет продолжено и в дальнейшем. Клим Санаткин, Вячеслав Черешко, Никита Севастьянов. Первый канал. Гвардейский ракетный крейсер. Москва.